У природы нет плохой погоды, если ты вооружен современными сельскохозяйственными технологиями. Батревский луг-сивок известен далеко за пределами Чуваши, и высокий спрос должен быть обеспечен соответствующим предложением. Как это удается, глава Чуваши Михаил Игнатьев узнал из первых уст. Летний день год кормит, это каждому известно, поэтому работать селяне начинают с петухами. Посевная кампания завершилась, теперь самое главное – извлечь максимум пользы из каждого солнечного луча, из каждой дождевой капли. И если солнцем управлять пока не научились, то с дождем стало попроще. Закрома в фермерском хозяйстве Людмилы Красновой с каждым годом увеличиваются. С тех пор, как обзавелись системой капельного рожения, урожай луков-сивка стабильный. Кстати, на закупку дорогостоящего оборудования получили субсидию от государства в размере 30%. С финансами проблем нет. Кредиты фермеру дают охотно. Ну, конечно, за наличные деньги такую хранилищу не построишь, вот если кредит не берешь. Вот у меня на сегодняшний день 4 кредита. Три долгосрочных кредита, вот технику покупали, трактор покупали, агрегаты покупали. Краткосрочные у меня вот один кредит. Вот, осенью уже погасим это. То же в кредиты, то же под умеренные проценты брал систему капельного рожения Евгений Мартышкин. Это далеко не первый случай использования заемных средств в его фермерской истории. 14 лет назад он начинал с 18 гектаров. Сейчас свеклу, морковь, картофель, зерновые и, конечно, лук-сивок выращивают в общей сложности на 100 гектарах. Конечно, в нашей зоне рискованного земледелия у крестьянина много хлопот и переживаний, но современные технологии позволяют чувствовать себя увереннее. Оба фермерских хозяйства практически на семейном подряде. Сами хозяева, дети, ближайшие родственники, наемных рабочих берут только на сезон сбора урожая. Кстати, очень охотно идут студенты и старшие школьники. Зарплата 500 рублей в день их устраивает. Глава Чувашии побывал и в Новоахпердинской общеобразовательной школе. Таких в Чувашии осталось раз-два и обчелся. Бревенчатое здание строилось, конечно, на совесть. Но было это в 1946 году. А с тех пор требования к детским учебным помещениям сильно изменились. Строить кирпичную школу, как того хотят сельчане, имеет смысл, если детей наберется не менее 100 человек. Пока же здесь 70 учеников, а второй этаж закрыт по предписанию пожарных. Глава Чувашии попросил соответствующие ведомства и районные власти еще раз изучить проблему и решить вопросы строительством здания. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.